Друзья, всем привет! Меня зовут Арина Корчкова, и в сегодняшнем видео я хочу поделиться с вами своими лайфхаками о том, как за два месяца дойти до 50 тысяч подписчиков в ТикТоке, или за четыре месяца дойти до 70 тысяч подписчиков в ТикТоке. И также расскажу про ТикТок именно в экспертной части, без танцев, без каких-то песенок, кривляний, странных видео и так далее, без раздевания, без того, что вы там лежите в ванне с чипсами. Действительно, экспертный блог, где вас видят, как эксперты, где к вам переходят, как к эксперту на ваш Инстаграм или на ваш сайт, и также пользуются вашими услугами. Я сегодня хочу рассказать вам про свой опыт и также немножко поделюсь своей историей. Про ТикТок я услышала где-то примерно полтора года назад, и не сразу в него зашла. Потом, конечно, об этом жалела, потому что чем раньше туда зайдёшь, тем лучше. В итоге я прождала до июля 2020 года. Зашла на эту платформу. Сначала долго не могла вообще понять, в чём прикол, но всё-таки через некоторое время решила попробовать. И в августе 2020 года я начала интенсивно записывать ролики. И август-сентябрь примерно вот в это время выходили очень интенсивно мои ролики. Я записывала по 20-25 роликов в день, они выходили. Моя первая ошибка здесь заключалась в том, что я использовала уже не новый аккаунт. То есть какой алгоритм есть в ТикТоке, первый раз, когда человек регистрируется, у вас новый аккаунт, вот с самого первого дня уже лучше выкладывают ролики. И желательно не один ролик в день, а сразу несколько роликов в день. То есть если вы вникаете в эту платформу, то лучше всего, конечно же, вникнуть с одного профиля, потом создать новый профиль и уже с нового профиля выкладывать новые ваши видео. Потому что таким образом платформа будет думать, что вы заинтересованы действительно в развитии роликов и так далее. Она будет вас продвигать. Первые две недели платформа вас очень хорошо продвигает. Да. Ну, я допустила эту ошибку и довела до 3000 человек свой аккаунт. Затем я узнала об этом правиле и подумала, ну, как бы уже 3000 человек, уже много, уже не буду менять. На самом деле сейчас, когда у меня 70 тысяч человек, я думаю, нет, надо было тогда менять это. Сейчас расскажу вам подробно про те форматы видео, которые я пробовала, и вообще про то, зачем мне был ТикТок. Я не снимала ТикТок просто так ради веселья. У меня своя школа иностранных языков, мы преподаем английский и испанский. Сейчас у нас также развиваются направления немецкий и французский. Я рассказывала про это, про то, как выигрывать гранты и стипендии. Смотрите, это очень, ну, ниша, да, языки. Я не хотела снимать ролики про, давайте там, выучим слова для меня. Ну, на данный момент, возможно, я это когда-то рассмотрю, на тот момент, да, мне было скучно. Не знаю, мне было неинтересно. Я видела, что так делают другие, но я не хотела делать так, как и другие. Ниша языков связана с обучением за рубежом. Я очень много рассказывала про самые топовые и престижные стипендии за рубежом. Это тоже очень хорошо заходил. Также видео, которое, боже, если вы эксперт, возьмите, пожалуйста, на заметку. Без разницы, в какой области, можно любую большую область, будь это физика, химия, биология, подготовка к ЕГЭ, будь это косметология, вот что угодно, сделать видео, которое за одну минуту, где вы опишите все самое нужное. В моем случае это было видео, которое называлось «Как выучить английский с нуля до уровня носителя». Вы можете его также посмотреть у меня в ТикТоке, либо посмотреть у меня в Ютубе. Там за одну минуту я дала полностью программу с нуля до уровня носителя. И было за первые несколько недель более полумиллиона просмотров. Я не знаю, сколько сейчас, там нужно зайти посмотреть, но за первое время было больше полумиллиона просмотров, огромное количество сохранений и очень много переходов. Здесь главный ключик, пожалуйста, прямо вот сидите, записывайте это, потому что это очень ценная информация. Здесь не просто мы даем информацию, также мы говорим. У себя, ну, напишите мне в личку в Инстаграме, я вам скину бесплатную методичку по, ну, в моем случае было 99 ключей для изучения языка. Там я полностью, все ключи, все правила для, ну, не правила, да, а лайфхаки, которые помогут стать полиглотом, написала. Люди, получается, с видео переходили на мой аккаунт, таким образом сам ТикТок видел, что человек заинтересован в моем аккаунте, затем он переходил в Инстаграм. И тогда началось вообще какой-то жуткий ажиотаж, но по 200 человек в день стали писать в личку по 300 просить, ну, эту методичку. Затем с этой методичкой мы, как бы, она была у нас на сайте, они приходили, кликали, оставляли свой мейл, мы им высылали на мейл методичку, и у нас оставались эти мейлы, потом мы с ними дальше можем уже работать, ну, собственно, на наших целях, если это интересно, если не интересно, у нас просто есть база, база всегда тоже важна. Это что касается вот такого лайфхака. Дальше у меня была большая ошибка, то что я ушла сильно в изучение, в именно такой, знаете, методический материал, то есть я начала показывать все вот книжечки и так далее, самые нужные, и ушла именно в такой профессиональный уже, вглубь ушла в профессиональную сферу, и я, ну, тогда начали сильно падать охваты, и я поняла, что нет, надо все это смешивать. Начала рассказывать историю про, ну, историю, которая связана с языками в моем случае, это было про жизнь в США и про жизнь в Аргентине, больше заходило, конечно же, США, США всех очень сильно триггерит, мне кажется, любую область взять, если вы как-то это можете связать с США, все, это зайдет, более того, ну, то есть любая история, если вы ее чуть-чуть недорасскажете, то люди будут возвращаться снова и снова, подписываться снова и снова. Конечно же, тут заходит очень сильно навык сторителлинга, я вам расскажу отдельно про то, как я в себе это прокачивала, если вам интересно, напишите в комментариях, я могу записать отдельное видео на эту тему. И, да, то есть таким образом я вывела для себя такую формулу, что у меня очень важно, да, было экспертный материал, да, то есть я делилась там, какие самые лучшие учебники, потом самые престижные стипендии, которые есть в мире, как их получить, как писать хорошие мотивационные письма, как определять свой уровень, как сдавать международные экзамены и так далее и тому подобное. Также был сторителлинг, мы, я показывала, да, то есть и рассказывала, как это было, какой у меня был опыт в Аргентине и какой у меня был опыт в США. Также очень хорошо заходит опыт ошибок. Рассказывать именно, где вы провалились, в чем была ошибка, какая-то трудная история, да, очень-очень хорошо заходит. Также хорошо заходит именно кейсы ваших учеников. То есть, допустим, если я расскажу, вот, у меня такой-то уровень фигня, если я скажу, вот, у нас ученица за 8 месяцев подготовилась, дала на уровень B2, вообще просто с нуля до уровня B2, испанский язык, всё, и сейчас она едет в Испанию, скоро будет там работать врачом. Уже больше интересно у людей, потому что это уже не я, это уже не эксперт, это уже говорит наш, получается, ученик. Но, опять же, я не делала акцент именно на том, чтобы это были прямые продажи. Для меня ТикТок, он был переходом в Инстаграм, от Инстаграма уже там, ну, дальше и так далее продажи. Ну, то есть, да, мы продавали программы, курсы и так далее. Также для меня было очень важно развить ТикТок, потому что я сейчас начала такое направление, что я помогаю людям раскрыть себя, ну, через блог, сделать тоже, они создают свой собственный бренд. Очень много к нам приходят людей, которые хотят создать свою школу иностранных языков, либо продвинуть себя как какой-то эксперт. Мы составляем полностью воронку, да, Ютуб, Инстаграм, ТикТок и так далее. Мы полностью всю воронку процессов составляем. И для меня ТикТок был тоже таким одной отправной точкой из какого-то, знаете, когда очень мало вот этого взаимодействия с аудиторией, в тот момент, когда ты даже не успеваешь читать комментарии, вот серьёзно, доходило до того, что ты просто не успеваешь их читать, ты весь хейт, раньше я очень остро реагировала на хейт, сейчас просто я не замечаю этого, потому что в ТикТоке хейта много. И первое время, первые пару дней я переживала, а потом нет. Очень важный тоже момент, да, ну, все советуют выкладывать по 3-5 роликов. В моём случае именно произошло так, что вот за 2 месяца 50 тысяч, за 4 месяца 70 тысяч человек, ну, то есть плюс 20 тысяч, да, ещё подписалась за второй период. Так это получилось, потому что я выкладывала действительно по 20 видео в день. 20-25 видео в день. Это непросто, но видео минутные, и можно делать заготовки заранее. И я делала какие-то заготовки заранее, и в какие-то дни я вообще не снималась, в какие-то дни снималась. Также очень просто, если вы записываете в одном формате. У меня новый лайфхак, я записываю сначала одного формата видео, то есть это разговорное видео, потом другого формата видео, да, это именно стори-теллинг. И это очень сильно помогает, потому что ты вот, если ты как эксперт, ты вот надел маску эксперта, ты в маске эксперта. Если ты рассказываешь как, ну, то есть интересный такой интерэкшн, да, какой-то, да, ну, в общем, интересность какой-то вы делитесь, да, то здесь у вас уже другая маска, маска друга, вы уже показываете себя с другой стороны. И мне вот это очень сильно зашло. Почему? Смотрите, в ТикТоке очень многие перегорают. Если вы уже туда заходили, вы могли увидеть, что ваши люди, за которыми вы следили, они уходили и приходили, уходили и приходили. И у меня так же было. Я уходила в миллион пятьсот раз. И вот здесь заключается проблема в том, что это такая соцсеть, которая действительно очень много забирает энергии. Я для этого нашла лайфхак. Сейчас я уже записала 70 видео. Я очень хочу записать 365 видео. Они будут у меня готовы, заготовлены, и я буду их выкладывать просто каждый день по одному видео. Если захочу в этот день, запишу ещё дополнительные видео, но так, чтобы у меня аккаунт не останавливался, чтобы каждый день у меня выходило хотя бы одно видео. И что я, то есть опять же, да, я не... Это не значит, что я за один день сажусь и записываю 365 видео. Безусловно, нет. Я подготовила списки. Они у меня выглядят... Я вам сейчас их даже покажу. Они у меня выглядят вот так и вот так. Они просто... Я летела из вены и не хотела брать всю тетрадку, и вырвала листочек. Потом вот так вот всё это выглядит. И у меня всё это есть. Я знаю, куда я движусь на направлении. Более того, у меня всё в компьютере параллельно также прописано. И я просто сегодня сажусь и думаю, вот я сегодня хочу надеть маску эксперта или маску, вот, чтобы какого-то поделиться интересной историей и так далее. И это я снимаю. И я записываю, стараюсь записать ни одно, ни два видео, но вот сажусь в очень хорошем настроении. Для меня очень вот подходит. Девочки тоже. Вам советую красиво одеться, красиво накраситься. Вообще прекрасная прическа. И вот это всё вдохновляет. Ты понимаешь, что ты уже выглядишь вообще чудесно-прекрасно. И уже хочется поделиться знаниями ещё больше. То есть иногда не хочется записывать, и ты вот сделал все условия для того, чтобы всё было суперски, и приходит настроение. Это что касается вот именно того, чтобы не было бернаута, потому что очень многие уходят именно из-за того, что эта соцсеть быстрая. Очень много смотрите. Ну, то есть выкладывая, всё равно заходишь посмотреть, а что выкладывают другие. И в этом заключается большая проблема. Но, чтобы этого не делать, я убрала с рабочего стола телефона это приложение. То есть оно у меня есть только если я по поиску его найду. Оно где-то там в папках лежит. Вот. И таким образом я тоже, да, стараюсь. Сейчас я делаю наработки, черновики такие видео. Потом я сделаю редакцию этих видео, то есть наложу там текст и так далее. И всё, что мне потом останется делать, да, в течение года, это захотите нажать, клик, выложить, выложить, выложить. Да, это такой мой подход, потому что я уже уходила с этой платформы. Это прекрасная платформа. Первый раз, когда я туда зашла, там были действительно только школьники. И всё больше и больше стало появляться там взрослая, осознанная аудитория. Я работаю именно со взрослой, осознанной аудиторией, поэтому мне, ну, мой диапазон, да, там 25+. Но также, ну, школьники, они, их не нужно исключать. То есть я поэтому не хочу говорить именно таким экспертным, профессиональным языком. Потому что школьники, они создают вот весь этот движ того, что ваш аккаунт продвигается. Они комментируют, взрослые люди, там 25+, 35+, они как чаще всего, чаще всего не комментируют. А вам нужно, чтобы ваши видео продвигались. Поэтому здесь очень хорошо заходит вот именно такой формат, что вы, ну, и какую-то молодёжную идею, тему продвигаете, да, в моём случае, допустим, учёба в школе в США, в Аргентине, да, какие-то мои истории такие, вот это вот, да, я включала. Либо там, как я влюбилась в американского учителя. Ну, то есть вот школьникам это интересно, да, это с ними резонирует. И в то же самое время именно рассказываю про профессиональный подход, про полиглотов, про международные экзамены, которые уже в большей части интересны, ну, то есть людям там 20+, 25+, 30, да, и так далее. И таким образом мы это всё совмещаем, и, ну, аудитория, да, она получается смешанная, но вы получаете в итоге и людей, да, ваших потенциальных покупателей, которые к вам придут, там, клиентов, и также параллельно это люди, которые будут продвигать ваш аккаунт за счёт комментариев, за счёт клика, за счёт просмотра видео и так далее. Поэтому это вот такая вот хорошая связь, которая вам поможет. Что касается идей видео, да, и так далее, вот здесь очень важно научиться чувствовать тренд, научиться понимать, что важно, что интересно. То есть интересную тему, да, какую-то вот очень такую необычную. Я, вот моя тема, которая зашла на больше, чем миллион просмотров тоже буквально за первые 10 дней, это была тема про, ну, в общем, про мою первую хост-семью в США, я сменила одну, то есть у меня было две семьи в США, и это оказалось очень такая горячая тема, я не ожидала, что она так зайдёт. Вот, и я это видео записала буквально за одну минуту. Меня позвали в кафе пообедать, я сказала, сейчас видео запишу и пойдём. Я записала это видео, выложила, и оно начало вот так продвигаться, продвигаться, продвигаться. Там я, ну, очень важный момент, да, вы можете сказать, либо будет продолжение в следующем видео, но это люди не любят, ну, начинают все писать, то есть ваше видео всё равно продвигается, вот. Ну, главное, чтобы, то есть вы сами выбираете для себя путь. Я выбирала либо там то, что расскажу в следующем видео, либо говорила, ну, я уже рассказывала вот в прошлом видео. Тоже заходят, люди заходят, начинают смотреть ваши прошлые ролики, и это прямо суперски заходит. Либо также можно там говорить, там, ну, перейдите в Инстаграм, но не часто, не все переходят в Инстаграм, только если им что-то надо. Для этого, опять же, есть какие-то плюшки, да, которые вы можете предложить в вашем директе. Вы можете сказать, вот, напишите мне, я скину вам, значит, там, ну, что-то, какую-то полезность. То есть какой-нибудь список, ну, там, самые полезные ресурсы для подготовки Кайлс, если мы говорим про-английский, либо там самая классная косметика для по уходу за кожей, если вы, там, косметолог. Ну, то есть вы сами для себя определяете, да, что-то, какую-то полезность, которую вы можете дать бесплатно, но очень ценная полезность. То есть, ну, в моём случае я не только даю ту методичку, ко мне приходит за методичка, у меня вот такой вот текст, там, и подборки видео по испанскому, по немецкому, методичка. То есть, ну, вообще, в принципе, весь гайд, да, по моей страничке. Также, если вы хотите, вот, там, прийти на наше индивидуальное занятие, приходить на наше индивидуальное занятие, вот, и так далее. Это вот что касается именно того, что, как максимально эффективно работать с той аудиторией, которая к вам приходит. Если вы уже перегорали или перегораете, я вам очень советую, да, то есть я сейчас захожу в ТикТок, но не захожу туда смотреть, я захожу только снимать. И вот потом, да, когда у меня наберётся, там, 365 видео, то есть я уже смогу каждый день просто открываю глаза, свои какие-то практики утренние поделала, взяла телефон, это займёт у меня буквально меньше одной минуты, нажать, выложить видео, оно выкладывается, всё. Очень большая моя ошибка была в том, что однажды я сменила свою симку на симку мобайл Тинькофф, это никакая там не антиреклама или что-то ещё, но мобайл Тинькофф симка, она работает очень странным образом, почему-то ТикТок, то есть у нас ТикТок, он у вас читается по вашей симке, то есть если вы живёте в Австрии, работаете на русской аудитории, вам нужна русская симка, вам просто нужна, ну, то есть у меня два телефона, один вот этот, с которого я сейчас снимаю, второй вот этот, и вот здесь у меня стоит сейчас австрийская симка, в моём телефоне у меня стоит русская симка, и таким образом у меня ТикТок думает, что я в России, даже когда я жила в Австрии, даже когда я путешествовала по миру, всё равно ТикТок думает, что я в России. И когда я сменила, ну, на Тинькофф мобайл, у меня ТикТок думал, что я в Нидерландах, там как-то это работает, но я месяц не могла понять, почему у меня видео практически не продвигались, и огромное количество людей из Нидерландов не писали, вот. Это очень важный момент, пожалуйста, его тоже имейте, да, для себя в виду. Есть несколько способов, то есть есть способ использовать VPN, но для меня он в тот момент не подошёл. Если вы хотите, в общем, ну, та аудитория, которая вам важна, вы используете симку той страны. Я хочу сделать сейчас себе ТикТок в ближайшее время на испанском, и у меня подруга едет в Испанию, она мне купит симку специальную испанскую, и привезёт, и я поставлю её в другой телефон, чтобы снимать ТикТоки на испанском языке. Это вот такая вот то, что... Ой, все самые основные моменты, которые я хотела вам рассказать именно про ТикТок. Друзья, если у вас есть вопросы, пожалуйста, пишите их в комментариях. С радостью запишу отдельное видео, если будет это интересно. И также хотела сказать, что если у вас есть желание продвигать свой собственный бренд, будь то языковая школа, да, вы хотите создать языковую школу, или в любой другой онлайн-сфере, то вы можете написать мне в личку, я вам расскажу про индивидуальные консультации, которые я провожу. Это не просто работа с соцсетями, мы делаем просто полную распаковку человека, полную распаковку продукта от мини-марафонов, как создаются, да, вообще, мини-марафоны, потом большие марафоны, всю продуктовую линейку мы прописываем, мы прописываем просто на год вперёд. Для вашего ТикТока или Ютуба, если вы хотите создать эти соцсети, да, либо Инстаграм, то есть мы смотрим вообще на вашу личность, и есть очень много разных путей. Мы продвигаем вас через ТикТок, через Ютуб, через Инстаграм, либо через написание экспертных статей в СМИ, там я даю специальную таблицу, да, самых лучших СМИ, и как туда попасть, как сложно туда попасть, кому писать, в общем, полностью всю-всю-всю распаковку, и потому как создать продукт, что для этого нужно, какие нужны вложения, если нет вложений, то как всё это сделать без вложений. В общем, всё это рассказываю на индивидуальной консультации. Если вам интересно, вы можете написать мне в личку в Инстаграме, я оставлю все ссылки полезные внизу, да, и также приглашаю вас посмотреть мой ТикТок, чтобы наглядно понять всё, о чём я сейчас говорила, там всё это есть, вы можете спокойно посмотреть, для себя взять какие-то лайфхаки, и я надеюсь, что это видео было полезно, потому что я постаралась всё прям по полочкам вам разложить, поэтому можете его пересмотреть, если это было полезно, и выписать ещё раз для себя все ключевые моменты. Благодарю каждого, и мы увидимся с вами в следующем видео. Меня зовут Тарина Корчкова. Пока-пока.